Всем привет! В этом ролике я вам сделаю обзор аккаунта на сумму 900 миллионов рублей. Я вам покажу интересные блат номера, интересные скиллы и навыки. Поэтому видосик будет реально прикольный. От вас хочу быть активной. Ставьте лайки. Ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Ну и конечно же не забывайте то, что передавать аккаунты запрещено. Я делаю это для контента, для видосика. Поэтому подобным не занимайтесь, потому что вы получите бан, либо деактивацию аккаунта. Промокод у вас на экране, вся информация из описания. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, вот я уже зашел на аккаунт, который мы сегодня будем смотреть. Он довольно таки интересный. Да, здесь нету бизнесов там и так далее. Но здесь есть интересные машины, интересные блатные номера. Поэтому я думаю этот аккаунт достоин вашего внимания. И сегодня мы его посмотрим и почитаем примерную сумму, сколько стоит здесь имущество. Если вы хотите в дальнейшем подобные ролики, то покажите в этом видео хорошую активность. Я вам буду очень сильно благодарен. Также если у вас есть интересный аккаунт с классным там имуществом, с километром и так далее. Можете написать мне вконтакте. Я запишу видео про ваш аккаунт. Неважно какой червак. Я на любой червак могу зайти на ваш аккаунт и записать видео. Поэтому если у кого-то есть желание, если у кого-то есть реально интересный аккаунт, то пишите мне в ВК. Все ссылочки есть в описании под видео. Начнем как обычно со скиллов. А скиллы здесь довольно-таки интересные. То есть дальнобойщик 100 уровень. Донор спермы 115 уровень. Донор крови 45. То есть скиллы здесь довольно-таки прокаченные. По скиллам можно понять, что человек реально работал, зарабатывал бабочки на свое имущество. То есть это не какой-то донатер, не какой-то перекуп и так далее. То есть в целом видно то, что человек именно работал. Теперь давайте посмотрим статистику. Получается Lil Macho. Надеюсь я правильно прочитал ник. Уровень 59. Номер телефона у него 5 троек. Я думаю такой номерочек стоит около 100 миллионов рублей. То есть номерок у него довольно-таки блатной. Наличный у него 115 миллионов. Это я считаю тоже очень даже неплохо. По навыкам у него здесь тоже все очень интересно. То есть навыки почти все прокачены. То есть у него не прокачено всего лишь там 6 улучшений. Но у него прокачен правовед, который стоит 2000 спец очков. Короче, этот человек, у которого я взял аккаунт, он получается снимает владельцев. Поэтому можете к нему обращаться. То есть у него куплено улучшение правовед. Можете сами в этом убедиться. Поэтому если кому-то надо снять владельца, можете ему писать номер телефона в игре. Вы его знаете. На самом деле я первый раз вижу, чтобы столько было улучшений прокачено. То есть обычно, знаете, ну там парочку куплено таких, знаете, дефолтных. А здесь практически реально все куплено. Инвентарь. Здесь у нас в принципе ничего такого интересного нету. Получается у него есть летучие мыши. Есть такой вот пацанчик. По аксессуарам ничего такого прям крутого нету. По скинам, по аксессуарам он не балдеет. У него ничего такого в принципе нету. То есть у него обычные там такие аксессуары дефолтные по факту. Ничего прям такого дорогого, эксклюзивного здесь у него нету. Ну что ж, домик у него такой вот обычный. То есть не знаю почему, хотя деньги вроде бы у него есть. Но видимо ему нравится жить в обычном доме. Первый автомобиль вот такая вот Nissan Silvia. AS-H пятерки номера. Не знаю что они значат. Брендовая рамка вижу стоит. Так, получается первый чип. Занижение, развалы, сигнализация антирадар, нитро. То есть здесь стоит еще и гидравлика. И вроде бы здесь еще ГОС какая-то редкая. Видите, ГОСК 400 тысяч и один воделец. То есть нитро, гидравлика, рамка. Ну такая машина стоит, я думаю, где-то... Не буду прям очень сильно загонять цену. Ну где-то 40 миллионов, я думаю, такая машина стоит. Но здесь, ребятки, уже прям пошла моя тема. Моя любимая машина. BMW M5 F90 с номерами M5. Это моя любимая машина. Я считаю, это лучшая машина на проекте. Здесь, я так понимаю, тоже гидравлика стоит. Ну, давайте посмотрим именно ПТ-эсик. Такая тачка, я думаю, стоит... Ну, вместе с номерами, если... Ну, 200 точно стоит. Даже больше, наверное. На ней ездить, я не знаю, наверное, нет смысла. Потому что я на такой машине езжу уже, блядь, хуй знает сколько. То есть я эту машину очень хорошо знаю. Я забыл сказать о том, что здесь, видите, ГОСК 900 тысяч. То есть это очень редкая ГОСКа. Еще там с 2016 года или 2017. Не помню, когда последний раз они были. Очень старая. То есть 900 тысяч. Это прям олдовская машина такая. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Lexus. War 2. ФТ-шная. Но здесь все это номера War 2. То есть даже Nitro нету. Просто я не шарю в ценах 0.3, пацаны. Поэтому, если что, сильно меня не судите, как бы. Я, если что, по ценам, как бы, особо и не разбираюсь. Я думал, что будет полное говно, а не машина. Но, блядь, реально очень бодро едет, как бы. И выглядит тоже очень неплохо. Ну, War 2, да, думаю, где-то сотку точно стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, R33 получается. Ольги Восьмерки. 77 регион, пацаны. Это уже, получается, номера прям такие жирные. Тоже ФТ-100, просто машина. Ну, зато номера. Зато номера Ольги Восьмерочки на 77 регионе. Прям коллекция номеров реально такая хорошая у него. Следующий автомобиль, получается, БМВ М4. Номера А2. Тоже, получается, ФТ-100. Бля, не знаю, сколько номера стоит. Я думаю, где-то тоже около 100 миллионов рублей. Ну, и последний автомобиль. Хам Пятерки на 77 регионе. Бля, номера прям тоже пизда-то сборятся. Хамы, воры, блядь. У меня просто таких номеров вроде бы и не было никогда. ФТ просто машина. Но номера, как бы, да. Номера здесь довольно-таки интересные. Неплохая такая коллекция, реально. То есть, я так понимаю, он все бабки вбухал именно в номера. Потому что у него, по факту, именно заряжена только одна машина. Это М5. А остальные автомобили, это, я так понимаю, просто для хранения номеров. Ой-ой-ой-ой-ой. Ебать, муркаться ты, ебать. Если что, смотрите, в натуре, М5 просто как у меня. Сломался? Блядь. Да не, все нормально. Смотри, сломался, тише, ебать. Да не, не сломался, братуха. Концовку записывай, ебать. Ну что ж, ребятки, я посчитал. Примерно получается 900 миллионов все имущество на этом аккаунте. Это машины, дом там, наличка, сим-карта там и так далее. То есть, им на все месте имущество получилось, я так посчитал, примерно 900 миллионов рублей. То есть, я считаю, что аккаунт неплохой. Да, здесь нету какого-то там бизнеса и так далее. Но здесь неплохие скины, здесь неплохие навыки. То есть, это реально прикольно. И хорошая коллекция реально номеров. Вся информация в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.